Всем привет! Начинаю новый влог. Только я вчера с вами попрощалась. Через некоторое время позвонила воспитательница, сказала, у Денечки температура и заберите его с садика. Ну, это было уже вечером, в принципе. Вот, и забрали. В общем, температура у него была 38. Денечка, скажи всем привет. Привет. Ты мой зайчик. Иди ко мне. Давай вместе будем рассказывать. Вот. Ой, ударилась бабушка. В общем, мы... Что, вчера вечером уже перед сном ему дали нурофен. У него было 38, там и 3. Но он просто хныкал, плакал. И видно, что-то болело, может быть, воспалительный процесс. И решили дать на ночь, чтобы он спал нурофен. Но он уснул. И где-то часов, наверное, около часа, может быть, да. Дочка померила ему температуру. У него было 38. У него было 38,5, кажется, она говорила. В общем, под утро тоже она ему померила. У него было там 39. А, она ему еще раз давала нурофен ночью. И уже утром 39,8, что ли, была температура она мерила. Опять дала ему нурофен. Вот. Но тоже я слышала, он там плакал. Но они-то там в спальне. Ну и все. Утром, в общем-то, он ничего так себя... Нормально вроде бы себя чувствовал все. Ну, потом уже ближе к 12 часам, полдвенадцатого, да. Уже опять я померила температуру. Доча пошла в магазин. Нужно там детские каши купить. В садик-то мы сегодня не пошли. И там какие-то надо... Какие-то нужно какое-то детское питание нам прикупить. Оно у нас как раз закончилось. Мы сегодня и планировали его купить. Ну и все. И вот я смотрю, он вяленький такой. Сразу по нем видно, когда он разошелся, как сейчас, да. Это значит, час назад я ему дала нурофен. И он уже вот ожил ребенок. Уже начинает баловаться, что-то начинает есть. Ну, а когда у него поднимается температура, он уже ничего не хочет есть. И не хочет баловаться. Он просто куксится. И вяленький такой сидит. Ну, вот сейчас вот разошелся. Ну, так кушать особо ничего не хочет. Кривляка. Ну, кушает бананчик, яблочек, печеньки. Кашу он там две ложки поил. Что-то не захотел. Хотя ночью кашу он жидкую выпил. Вот. Ну, ничего. Самое главное, чтобы ребенок ел хотя бы все. То, что он хочет, пускай и ест. Фрукты там, печеньки, что угодно. Главное, чтобы он был не голодный. Когда аппетита нет, у ребенка пускай кушает, что хочет. Ну, и, конечно, побольше питья. Ну, он у нас уже морс там с утра попросил, мы ему открыли. Водичку пьет иногда. Ну, и вот, внимание. Все, внимание, бабушка с ним. Вот. Ну, и заодно я читаю ваши комментарии. Периодически отвечаю на ваши комментарии. И вот мы с Денечкой сидим, мультики смотрим. То посидим, то полежим. То бабушка пожалеет. Ну, а то вот это вот периодически сжижалка вот эта вот включается. Это у нас соседи тут за стенкой где-то рядом прямо сверлят или штробят, или что они делают. Вот вчера целый день это было невозможно. И мы даже с дочкой не можем разговаривать. Нам приходится орать. Для того, чтобы нас, мы чтобы друг друга вообще услышали. Просто вообще кошмар какой-то. Ты что кушаешь, День? Яблочки? Яблочки кушаешь? Ну, кушай, кушай. А у нас сегодня еще должен был быть утренник. Мы собирались с мамочкой пойти посмотреть на утренник. И послушать там Денечка стишок нам готовил какой-то в садике. Ну, на этот утренник, значит, мы не попали. Будем ждать следующего утренника, к 8 марта. Надеюсь, что попадем тогда к тому. Да? К тому, может, попадем. Вот. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы ребенок был здоров, чтобы он хорошо себя чувствовал. Чтобы был в хорошем настроении, не плакал. Да? Да? Здесь, Зайчик. То и дело, приходится щупать голову, я прям переживаю. Я все время переживаю, когда дети болеют, когда температура высокая поднимается. Я очень боюсь, прям волнуюсь очень сильно. Детки должны быть здоровыми. И не болеть. Это очень важно. Да. Ну, вот так. Бабушка села покушать. А Деня сел мне тут помогать. Я уже доила почти. Деня, когда болеет, мы с ним как сиамские близнецы. Да? Не разлей вода. Деня не отлипает от бабушки. Ну, у него температура еще есть, хотя мы на Рафин дали, все равно есть еще. Кушать. Вот. Ну, сидит, болтает. Кушать. И что? Не отлипает вообще ни на минуту. Стой, покажи. А мы сейчас смотрим по большому экрану мамин канал. Там Галамарта показывает покупочки, да? Да, Деня? Деня сидит, комментирует, что там мама показывает. Игрушку твою показывает, да? Мы с тобой сиамские близнецы, да, Деня? Не разлей вода. Вот так вот прилипнутые ходим. То на диван переместимся, то на стульчик. То в туалет вместе пойдем. Да, зайчонок? Не отлипает от бабушки. Ну, ничего. Значит, мы сегодня вот так будем с тобой. А когда Денечка родился, маленький был, тоже, когда у Денечки животик болел, он плакал. У бабушки на животике лежал и засыпал. Даже фотографии где-то есть. И мы с тобой там вдвоем присыпаем. Надо найти, кстати, эту фотку. Показать вам. А вот она, эта фотка. Видишь, Денечка, да? Вот он. Ты маленький, лежишь у бабушки на животике. Бабушка, я очень. Бабушка пока тебя баюкала и сама уснула. Да? Да. А вот там еще одна фотка какая-то есть. Ну, давай посмотрим. Вот она. Смотри. Бабушка спит, а ты на бабушке спишь. Да? Это Деня маленький спит на бабушке. Видишь, какой ты был там маленький, совсем малюхенький. Такой крошечка, маленький был Денечка. Да? Ты был маленьким мальчиком. А сейчас ты побольше мальчик стал уже, да? Уже большой почти мальчик у нас. Вот. Для меня это мои помады. И вот это мой. Вот. Ах-а-а-а-а. Ах-а-а-а-а-а. Мы фотки смотрим, да? Смотрим фотки. Фотики. Фотики. Фотики смотрим. Фотики. Пока. Все, пока. и зайчики такие мои, зайчики такие мои мальчики, температура у нас, мама принесла парацитомочек дали только что, он еще не начал пока действовать, дынчика лежит у нас. Ты что-то поешь там, да, зайчик? Что-то поешь там, какую-то песню неизвестную. Вот только чуть-чуть, да, спала температура, уже поет, чуть поднимется температура, плачет. Ой, какая песня прям интересная, с выражения поет. Аппетит появился, да? Яблочки похрумкать. Ну шкорку, мам, надо почистить. Пускай так ест, он с тебя пример берет. Ну я это шкорки не метаст, мам. Да, да. Баба, почисти, пожалуйста, яблочек, казанчик. Потом заснимешь нас, мы укрой не сденемся. Короче. А ты ее? Всем доброе утро. Сегодня дынечки вроде бы получше, но ночью опять была температурка. Ночью опять ее взбивали, но утром сейчас нормально. раз играет, значит уже хорошо. И температура может еще подняться, мы пока сгибаем ее. Вот, мама несколько раз ночью вставала. Сейчас она пока еще спит. А мы играем. А я решила к завтраку потушить капусточку. Ну может быть сосисками сделаю ее. Дочь любит у меня капусточку с сосисками. Ну вот пока что еще утро такое раскачивается потихонечку. Ну вот капусточку я потушила, капусточка готовая. Пускай ждет завтрака. Пока что я еще пью кофе. А еще я на завтрак люблю вот такой вот легкий такой фруктовый салатик. У меня здесь яблочко и банан. Можно любые фрукты какие есть у вас порезать. Ягоды свежие. Ну просто банан уже просился. Яблоко тоже уже просилось. И можно залить это активией. Можно сладенькой, не сладенькой сметанкой. Ну вот йогуртом лучше всего заливать это йогуртом. Ну так как у меня фрукты сладкие, я подсахаривать не буду скорее всего. А если хотите, можно подсахарить. Вот такой завтрак или полдник. Очень сытный, вкусный и полезный. Девочки, решила я покрасить волосы. Вот кто у меня интересовался, чем я крашусь. Это ботаника Фаберлик. Это цвет 10.0 липовый мед. И что туда входит? Туда входит тюбик, проявитель, бальзам-ополаскиватель. Ну и перчатки одноразовые. Вот. Ну я крашу только корни в принципе. Но я в общем-то весь тюбик туда выкладываю, чтобы волосы протянуть, чтобы они никак не отличались. Ну вот сейчас я буду краситься. Ну вот тюбик я весь выдавила, видите, да. И выливаю все туда эмульсию. Почему я на корни делаю полностью все? Потому что у меня густые волосы. И чтобы хорошо все прокрасилось, мне половины тюбика мало. Вот. А если у кого-то волосы редкие, то может быть достаточно будет половины тюбика и половины эмульсии. Ну вот я накрасила голову. В принципе сама всегда крашусь привыкла. Ну и так 40-45 минут. И потом уже смывать. Ну смываю я, можно без шампуня смыть, просто бальзамом и полоскать. Можно разочек шампуня чуть-чуть промыть и потом бальзамом прополоскать. В общем вот так. Ну что девочки, вот я покрасила волосы. Вот можете посмотреть. Все корни прокрашены хорошо. Вот. Скоро собираюсь на стрижку. Надо записаться. На следующей неделе скорее всего я и пойду. Вот. Не знаю и укладывать сейчас волосы или нет. Просто сейчас они у меня так уже отросли, что уже нормально и не укладываются. Может их вообще тогда и не укладывать. Так и пускай высохнут, как есть. Похожу такая лохматая чуть-чуть. У меня волос вьется сам. Ну пусть так и останется, наверное, не знаю. Сейчас посмотрим. Непонятная прическа у меня на голове. Я сейчас фен не хочу включать. Малой спит. Зайчик уснул. Температурка у него. Мы ему дали от температуры. Лекарства он уснул. Поэтому я фен не хочу включать. Похожу такая. Видите, у меня волосы бьются, разностоленные торчат. Ну че. Не будет так. Наступил следующий день. Ребенок опять у нас капризничает. Ну, в принципе, продолжает. Он как бы болеет еще. В общем, ребенок еще болеет. Сейчас будет финальный день. Ну, мама считает, что сегодня будет финальный день. Ну, пока что нового ничего. Поэтому продолжаем лечиться. Почему нового ничего? Горло залезло, все не посмотрело. Но, скорее всего, ангина. У него воспаленные гламбы. Ну, вот. При ангине обычно высокая температура такая. У нас была уже ангина в прошлый раз. Вот. Ну, а соседи продолжают сверлить. Вот так. В общем, короче, все. Продолжаем лечиться. Смотрим мультики. Снежок пошел. Вообще-то там дождь должен был идти со снегом. Лесовая температура. Ну, идет снежок мокренький. Ну, что, хоть немножечко припорошить, да? Ну, вот. А мы с Денечкой дома сидим. И играем. 7 часов утра. Сидят телексы. Смотрят. Надо хоть свет включить, что ли. Ой. Вся семья уже не спит. 7 часов утра. Ну, зато мы сегодня, Денечки сегодня ночью ни разу не давали жаропонижающие. Да? Только вечером дали в 7 часов. А потом он пропотел у нас. Кстати, за три дня сколько он болел, да? Первый раз он пропотел. И вот у него теперь температура спала. Сейчас у него температура уже не горячая. Он, ну, может быть, 37. А может и нету даже. Нету, да? Нету. Вот. Так что мы прямо радостны. Я счастлива. Ну, проснулся. Уже все, уже песни поют, что-то там стишки читают. Ну, носик еще заложенный. Ну, я надеюсь, уже мы идем на поправку. Денечка играет, ребенок бодрый, весел. Мы его уже скупали по-быстренькому. У нас чистенький теперь. А я решила, мои дорогие, сварить манную кашу. Вообще, манную кашу я варю для себя. Дене мы обычно ее не даем. Но я люблю жидкую манную кашу. Вот знаете, на литр молока, вот на бутылку молока, я беру 3 столовые ложки манки. Ну, и смотря какие столовые ложки. Если ложка небольшая, вот эти 3 можно. А если бывают большие столовые ложки, даже чуть меньше 3, 2,5, чтобы она была жиденькая. Ну, и где-то столовую ложку сахара и чуть-чуть на кончике соль. И все. Сейчас молоко поставлю закипятить. А вот это все я сейчас насыплю в стаканчик. И когда молоко уже будет подыматься, потихоньку высыплю туда. Буду помешивать. Ну, вот в стакане вы видите, да? Вот манку, столовую ложку сахара такой, без горки. И чуть-чуть соли. И вот сейчас молоко будет подыматься. Я туда это все засыплю и буду помешивать. Ну и варить примерно 5 минут. Потом оно постоит еще чуть-чуть и буду пить. Вообще-то такую кашу я люблю пить даже прям со стакана. Не люблю, когда она густая. А густую кашу манную вообще не люблю. Только жиденькую. Девочки, еще если кто-то вдруг не знает, молоко вот пригорает, бывает в эмалированных кастрюлях. Поэтому молоко я всегда варю в алюминиевой кастрюле. И перед тем, как молоко заливать, сначала я его просто ополосну водичкой. Чтобы оно было мокрое, тогда молоко не будет как бы подгорать. Вот. Ну и вот такой секрет. Я не знаю, не секрет. Для многих не секрет, но для кого-то это может быть секрет. Вот я кашу мешаю до тех пор, пока она мне начинает кипеть сама и не подниматься. Когда уже видите, кипит и не поднимается. Вот тогда уже перестаю ее помешивать. Ну и вот так вот она кипит у меня минут 5. А потом она должна еще настояться, тоже минут 10. Она набухнет, можно будет уже кушать ее. Ну вот кашка моя готова. Я ее наливаю в такую пиалочку, чтобы она скорее остыла. И буду ее пить. А что у нас на улице делается? На улице прохладненько, тихо, выходной день. Ну, скоро у нас будет потепление. Скоро уже у нас через 2-3 дня до 15-16 днем поднимется температура. Прям весна будет. Я прям жду не дождусь уже. А что мы давали денечке, когда у него высокая температура? Вот детский парацетамол сиропчик и нурофен сиропчик. Ну, вот эти вот два средства, когда температура держится, мы их чередуем. И, в общем-то, на этом мы и держимся. Ну, это вот врач так прописал. Лекарств никаких не выписывают. Только если температура выше 38,5 даем жаропонижающие. Ну, в Дене температура была и повыше 39 с лишним, до 40 доходило даже. И держалась она 3 дня. Ну, слава Богу, что вот он сейчас ночью пропотел. Прям мокрый весь был, поменяли ему все. И ему не давали уже жаропонижающие за ночь ни разу. Вечером только дали и все. И я надеюсь, кризис миновал. Вот на этой замечательной ноте. И пора заканчивать мне свой влог. А еще, мои хорошие, сегодня 23 февраля. Я хочу поздравить всех мужчин и мальчиков, и дядечек, и дедушек. Всех мужчин хочу поздравить с вашим праздником, с Днем Защитника Отечества. И хочу поздравить сына своего. А, к сожалению, мы вот увидеться, наверное, и не сможем в эти выходные. А так как у нас Денечка болеет, все болеют сейчас. Вот. Ну, я, конечно, позвоню, поздравлю. Но вообще сына хочу поздравить. Ну, и пожелать здоровья первым делом. Это самое главное, чтобы было здоровье. Ну, а так, всего хорошего, успехов во всем. Ну, и всего, чего я обычно желаю. Исполнения желаний. Главное настроение, чтобы хорошее было и здоровье. Ну, а на этом я хочу свое видео, мои дорогие, закончить. Для того, чтобы начать уже следующее видео. Я завтра собираюсь встречаться и возьму вас с собой. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok